Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня займемся 27-й головой книги Хискель. И, в принципе, это, скажем так, глава, которая продолжает разбор и занятие разрушением Цора, и, скажем так, весьма оригинальным способом. А точнее, в принципе, мы говорим о плаче, плач, то есть кино, которое очень долго перечисляет и описывает нам величие Цора и ее отношение с разными народами. Напомню, мы находимся в части пророчества Хискеля, после того, как мы закончили уже пророчество о разрушении еврейского, скажем так, государственности, изгнания еврейского народа, разрушения храма и так далее. И мы находимся, скажем так, в части, которая занимается пророчествами о других народах. И до того, как мы начнем заниматься с народом Израиля об избавлении. Так вот. И мы занимаемся Цором. Цором уже второй урок подряд. И, в принципе, на этом, то есть уроке мы говорим о плаче, плаче про Цору, которая долго описывает величие Цоры, ее отношение с многими народами, а после этого, падение Цора и, скажем так, влияние этого падения на другие народы. Окей. Кстати, на прошлой неделе, на прошлом уроке мы говорили, мы уже опоминали, тоже какой-то, скажем так, мини-плач, то есть мини-кина, то есть кина-кана, жителях островов, которые плакали по Цору, который разрушился, и, в принципе, но это было плач самих жителей островов. Сейчас же мы говорим о, что этот плач, сам плач, который говорит сейчас, говорит его Хискель. То есть пророк Хискель, он тот, кто делает этот плач, скажем так, и этот плач, это, можно сказать, литературно-ироничный инструмент для того, чтобы, скажем так, показать намного сильнее разрушение, скажем так, Цора, что оно абсолютное, бесповоротное, хотя это еще произойдет в будущем, но как бы уже речь идет в прошедшем времени, в принципе, что-то свершившееся действие. В принципе, этот плач не занимается вопросами, скажем, отрицательным отношением Цора по отношению к народу Израиля, и также не занимается теологическими вопросами какими-то либо. В ней даже нет объяснений, то есть что произошло такое, то есть драматичное, почему такое драматическое изменение, скажем так, статуса, которая была, великого статуса, которая была у Цора, в прошлом, и как это произошло до разрушения, действительно, в сегодняшнем. Все эти вещи разобрались в предыдущей главе, о которой мы говорили на прошлом уроке. То есть, в принципе, нет никакого смысла этому повторяться в этом главе, поэтому оно не повторяется. Все, что хотел пророк, пророк Егискер сказать в нашей голове, это нам показать, точнее, прочувствовать вот это вот разрушение Цора и понять, что это окончательно бесповоротно произошло. Окей, давайте начнем читать наш этот плач и разбираться с ним. Но дело в том, что первая часть этого плача описывает нам красоту Цора, когда, скажем так, ее сравнивают, описывают как великолепный, скажем так, лайнер, великолепный корабль. Шикарный корабль, называется Унят-ПР такая. «И было слово Господне ко мне. И ты, Сын, человеческий, подними от Цори плачь. И скажешь Цору населяющему табани морские, торгующему с народами на многих островах. Так сказал Господь Бог. Сорт, ты говорил, я совершенство красоты. В сердце морей границы мои строители твои сделали совершенную красоту твоей, то есть, да, красивейший город, так далее». Причем, когда мы говорим, что он красивый, имеется в виду, что он реально был красивый. То есть, мы увидим, что он использовал многие вещи для своей красоты. Из кипарисов Сынира, то есть, да, кстати, что такое Сынир, кто-нибудь знает? Сынир – это еще по-другому называется в Афтанахе Сирьон. Знаете, Сирьон или Сыир – это не Сирия, это Хермон. Скорее всего, то есть, это гора Хермон. Как сказано, допустим, в книге дворец Сидуним, как сказано, то есть, да, Сидуним икрули Хермон, Сирьон, ваимурии икрули Сынир. То есть, да, Хермон, гору Хермон называли Сиданейцы Сирьон, а иморейцы называли Сынир. То есть, это Хермон. Из кипарисов Сынира сделали для тебя доски твои, то есть, в принципе, это для корабля. Кедр Ливанона брали, ливанский кедр брали, чтобы делать мачты для тебя, корабль. Из дубов башанов делали весла твои, доски твои, делали из самшита, инкрустировано слоновой костью, костью с островов Китимских. Кстати, что за Китимские, то есть, за что это за острова? Нужно понимать, речь идет о Китим – это греки. То есть, не греки, то есть, в принципе, это греческий яван, то есть, греческий, скажем так, часть, не Греции страны, а греческого расы, то есть, национальности, которые потомки Ефита. То есть, в принципе, греки, слово не Греция имеется в виду яван, яван сын Ефита. То есть, имя его яван. И они, в принципе, считается, что речь идет о жителях Ларанка. Жилота Ларанка, кто не знает, это, в принципе, юго-восток Кипра. То есть, да, это имеется в виду, то есть, этот район, то есть, да, островов Китимских. Из ткани льняной узорчатой из Митсраима были паруса твои, чтобы быть тебе флагом. Ткань голубая и пурпур состровов или ши были для навесов твоих. Окей. Пророче, начинается с объективного описания цор. Город, сидящий на портах, то есть, да, в принципе, у нее есть порт, порты и так далее, направлены в сторону моря. В принципе, цор является главным торговым путем многих народов. Морским. Цор очень горделива своей красотой. И, в принципе, да, стихи подтверждают, да, очень красивый город и так далее. И описание идет, что это особой красоты был город. И отчего это, несмотря на то, что это идет как бы мошаль, то есть, как бы аллегория с кораблем, паруса и так далее, но, в принципе, описывается, что город был великолепен, шикарен, использовав всевозможные виды разных материалов для его строительства. И слоновая кость, и кипарисы, и ливанские кедры и так далее, и так далее, и так далее, дубы крутые, лен, шикарно то есть все сделано. И это, в принципе, показывало его великолепие. То есть не только потому, что он стоит красивый город на острове, скажем так, в море, это красиво, но он сам по себе сделан красиво. И, в принципе, описание идет, начиная с пятого стиха, что эти всевозможные и ткани, и дерево всевозможное и так далее, приводят, шикарные, приносятся от разных-разных народов. То есть, да, в принципе, для чего тогда сравнивают именно Цор с этой великолепной, шикарной, шикарным великолепным кораблем, кораблем для того, чтобы показать, в принципе, ее связь с торговыми морскими путями и, естественно, из-за ее географического места. Итак, и, в принципе, Хискейл приводит нам целый список, мы увидели всевозможных особых материалов, которые, каждый из них приходит из другого места географического для того, чтобы построить эту великую, этот великий корабль, красивейший корабль, смеется построить Сон. И это дословное описание всех вот этих материалов, в принципе, показывает нам и величие, и сколько вкладывалось усилий для того, чтобы достать эти вещи из разных их источников, для того, чтобы, в принципе, показать великолепие и как это видит красиво. Кстати, и то, что это показывает, мы сказали, что это пришло из разных мест, это показывает о том, что есть у ЦОРа очень огромные, крутые и торговые всевозможные связи с международной торговлей, международной экономикой того времени. Это все приводит, раскрывается в этом великолепии. В принципе, это получает свое, скажем так, силу в следующих стихах, как мы это видим, сейчас я прочитаю дальше. И обитатели Цидона и Арвада, что такое Арвада? Цидон, нужно понимать, Цидон это город, который находится на побережье, на побережье рядом с ЦОРом, то есть осмотрит на ЦОР, Арвада это, Арвада это описывается среди сыновей кнаанов, кнаанейских народов, в книге Баришит, и в принципе считается, что речь идет о островах Руа, то что называется, в которых находится приблизительно 3 километра от берега, скажем так, где-то приблизительно 30 километров северной, северо-западной, а не северной, северной западной города Триполи, сегодняшнего в Ливане, современно, там находится это место. И как, так, обитатели Цидона и Арвада были грибцами твои, знатоки твои ЦОР были среди тебя, они кормчие твои, старейшины Гевала и знатоки его были у тебя, чтобы заделать пробой на кораблей твоих, все корабли морские моряки их бывали у тебя, чтобы обмениваться товарами с тобою. То есть, в принципе, стихи тут подписывают снова участие всех разных народов в, скажем так, в задействии, чтобы двигалась эта корабль, что корабль работала и так далее, и Цидон, и Арвад, и так далее, и так далее, и они те, которые, то есть, держали весну, то есть, в принципе, они старейшины Гаваля занимались ремонтом, но кто стоял у кормы, то есть, кто был капитаном, капитаном был ЦОР. То есть, в принципе, все работало на ЦОР, вся эта система, вся эта красота, все это народы и так далее, все работало на них. ЦОР, то есть, в великом-великолепии находился. Они капитаном, они всем этим управляют. Следующие стихи, которые мы сейчас прочитаем дальше, в принципе, завершают вот этот кусок и, скажем так, переходят с аллегории про корабль на то, о чем говорят. То есть, в принципе, на сам город ЦОР и на огромную международную, скажем так, палитру, которая находится внутреннего и характерно этому городу. Давайте дальше. И бывали у тебя, окей, все корабли морские, моряки бывали у тебя, чтобы обмениваться товарами с тобой. Парас, перс, и Луд, и Пут были в армии твоей, воинами твоим. То есть, мы сейчас сейчас заметили, значит, пообредимаясь, воины были у него. Щиты, шлем вешали у тебя, они придавали тебе блеск. Сыны Арвада, Арвадов мы уже упоминали, армия твоя на стенах твоих вокруг, а гомодимы на башнях твоих были. Щиты свои вешали на стенах твоих вокруг, они довершали красоту твою. Окей, то есть, о чем мне тречь? То есть, в принципе, кроме того, что это был город портовый, в котором многие-многие-многие корабли останавливались и приезжали, также ЦОР использовала армии, то есть солдат из других народов, которые занимались всевозможными, скажем так, должностями и теми людьми, которые занимались охраной и защитой города. Причем это появление, то есть солдат из других народов и так далее, это не только ради защиты, но и снова подчеркивает величие города. То есть, да, величие его красоты, как это в 11 стихе. То есть, да, и сына рва дармит в соснах, да-да-да, щиты твои вешали на стенах твоих, и они довершали красоту твою. Едем дальше. Следующие стихи нам описывают, в принципе, огромную-огромную торговлю, которая была у города. С другими народами, всевозможными разными-разными народами. То есть, в принципе, каждый народ и его особый товар идет описание. И, скажем так, это, с точки зрения Танаха, это очень-очень редкое и особенное вообще описание, список. Он, особенно с точки зрения его обширности и, скажем так, вещей, которые там перечисляются. Больше нет нигде в Танахе вообще нигде такого перечисления. Кстати, у этого списка, скажем так, народов и их товаров есть четкий порядок описания, то есть, в принципе, строение. И, скажем так, также это очень видно по повторению разных слов. Например, слово «рухлайх». То есть, на «рухлайх» это торговцы. То есть, в принципе, корень «рэйш кафлам» – это «рухэль». Кстати, слово «марколь» откуда, то есть «марколь» – это тут магазин, он появляется 10 раз в этих стихах, которые мы прочитаем. Или слово «сохартех», то есть, да, это товар, тоже вид товара, то есть, в принципе, или «купра-пра». То есть, «сахар» – это самых «хэтрэйш» повторяется 6 раз, например. Есть слово «азбунаих», сложное, кстати, слово, то есть, оно очень… С разными его изменениями и так далее. Она, в принципе, в «танахе» только у нас, она 5 раз. И еще, то есть, появляется слово «танахе». Давайте прочитать. «Таршиш торговал с тобой ради забилия всякого». Таршиш, что такое «таршиш»? Есть мнение, что «таршиш» – это тоже сыновья, потомки Явана, сына Ефета. Скорее всего, место, называется «таршиш» находится на Средиземном побережье. Кстати, мы знаем, что Йона отправляется, когда мы читаем, Йона отправляется туда, из Япо, в «таршиш». Есть спор, что это за место. Есть те, которые считают, что это Турция современная, то есть, это район Турции. А есть, считают, что это Сардиния. То есть, да, это район Сардинии. А есть те, которые считают, что вообще Южная Испания, то есть, да, Пиренейский перешей, туда. Да, то есть, в принципе, кстати, «таршиш» – это еще большой корабль. Нужно знать. Окей, «таршиш торговал с тобой ради изобилия, всякого богатства, серебро, железо, свинец и олова отдавали за товары. Из дом Яван, Туваль и Меших, Яван, то есть, не надо говорить, тут Греция, они со торгов за твои души человеческие, посуду медную отдавали в обмен за товары твои. Рабов продавали, души человеческих, и посуду медную. Из дома Тогармы, Тогарма – это тоже потомки Ефета, считается, что это район Купидония. Купидония приблизительно на северо-востоке Малой Азии, что называется. Известно, что они там очень сильно торговали лошадьми. Действительно, смотрите, из дома Тогармы лошадей и наездников ему отдавали за товары твои сыны Дадана. Дадан – это описывается также в 20 стихе. В принципе, есть, считается, что Дадан – это сын Куша, сына Хама. А есть Дадан – это сын Ктуры, то есть, потомки Авраама. Может быть, кстати, в 20 стихе мы еще увидимся, в 20 стихе тоже там будет Дадана, но, может быть, это действительно используется два разных народа. Одни из потомки Хама, одни из потомки Ктуры. Окей. Сыны Дадана, соторговцы твои, многочисленных островов, товары в руку твои, бивни, слоновьи и черное дерево посылали в дар тебе. Арам торговал с тобой ради изобилия изделий твоих, брюзу, пурпуру, узорчатую ткань, тонкую нольяную ткань, и кораллы, и бакарбунку отдавали за товары твои, егуда и страна Израиля. Они соторговали за егуда и страна Израиля. Тут есть небольшой интересный момент. Дело в том, что написано «Эр от Исраэль», то есть егуда в «Эр от Исраэль», «Земля Израиля». Очень интересная вещь. Дело в том, что на тот момент царство израильское уже не существует. Оно уже разрушено Санхерином давно. Поэтому о ком речь? Может быть, речь идет о торговле, которая происходила с Цором веками, то есть из поколения в поколение, пока был не разрушен. А может быть, не имеется в виду именно царство Израиля. То есть иудея, понятно, существует, а не израильское царство. А не зря поэтому упоминается слово «Эр от Исраэль», а не «Мамлехит» состоит. И, скорее всего, у меня, может быть, имеется сама территория географическая, то есть там, где был находился израильское царство. Это для Израиля. Окей, в любом случае, иудай – страна Израиля. Они со торговцами твоей пшеницу, минитой, панагой, мёдой, елей, бальзам отдавали в обмен на товары твои. Дамаск торговал с тобой ради изобилия, изделий при их ради изобилия всякого богатства, в вином хельбона и шерстью белой. Видан и Яван пряжу за товары твои отдавали, сверкающие залезы, курицу, благородный тростник давали в обмен тебе. Дидан, снова Дидан, о котором мы уже упоминали, торговал с тобой одеждами, достоинства для верхней одежды. Арав и все властители Кейдара. Такие аравы – властители Кейдара. В принципе, Кейдар – это потомки сновья Ишмэля. Это потомки сновья Ишмэля. В принципе, скорее всего, имеется в виду кочевники, всевозможные кочевные племена. И это, кстати, строится, как выходит из стиха, в стих, который у Ишайя, у пророка там сказано, Исумидбар в Арав Хацарим Тишев Кейдар. То есть, да, и пройдут в пустыню, и города его, и так далее, то есть, сидящие в Кейдаре. И также есть еще несколько мест. В принципе, получается, Арав – это аравийский полуостров. И все властители Кейдара, они торговали с тобой, и откромленными овцами, баранами и козлами этим они торговали с тобой. Торговцы Шва и Ромы, в этом случае Шва, скорее всего, это район, то есть, юг аравийского полуострова, район Эфиопии, тоже некоторым, по мнению, некоторым мнением. И Ромы, они торговцы, торговцы, военные на лучшие всякого благовония, всякие камни, драгоценные, золото отдавали за товар. И Харан, Харан, мы знаем, где это, там, где Рома винулся. И Киней, то есть Кинейцы, и Эден, торговцы Швы, Ашур, то есть Ассирийцы, кельматься, торговцы твои. Они торговали с тобой великолепными изделиями, накидками голубой, мазорчатой тканью и тканями разноцветных в тюках, упакованных и перевязанных веревками для торговли с тобой. Корабли Таршиша были караванами для торговли твоей, и наполнился ты и отяжелел весьма в сердце твоем. Вау, фух, какое описание товаров, стран, народов и так далее, так далее. С точки зрения строения, то есть мы четко видим географический порядок. Начинаем, в принципе, с Таршиш. Таршиш, это 12 стих. Переходим на район, то есть район Малой Азии, так называемый. Продвигаемся дальше оттуда, в землю Израиля. Таршиш, то есть, так мы сказали, район приблизительно Турции. Или, то есть передвигаемся в Малая Азия, потом в сторону земли Израиля. Оттуда идем в Боровейский полуостров, то есть, да, и оттуда он поднимаемся к Бассилию и Месопротамию. Закрываем весь от района. То есть, да, Ближнего Востока огромного. Точнее, Средиземнезморского бассейна и Ближнего Востока. И, в принципе, можно, кстати, построить целую таблицу, то есть, да, расписать, каждая страна, каждый, то есть, народ, то есть, о чем описывают, что они принесли. Огромное-огромное количество вещей, всевозможных товаров и так далее, и так далее. Огромный, скажем так, впечатляющий, даже читая, впечатляющий список вещей, который, в принципе, нам рисует очень великолепно, скажем так, весьма пёструю картину Цора, то есть, да, которая торгуется всеми народами, такое великолепие, то есть, да, представьте себе, как были рынки Цора, как выглядело это все, то есть, все эти богатства, все эти же золото, мель, рабы, камни, слоновая кость, лошади, все что угодно. То есть, в принципе, и так далее, и так далее. Но именно, зачем нам это все описывать? Именно вот это вот такое вот особое, шикарное описание всего-всего-всего нам показывает именно для того, чтобы обозначить и усилить того, что произойдет с Цором, разрушение ее. И исчезновение полное, то есть, все это богатство неимоверное. Помню, на простом уроке мы говорили, была Атланта, которая была дико богатая и исчезла. Ушла под море, ведь Цор ушел под море. То есть, это началось то, что Александр Македонский сделал вал, захватил. И, в конце концов, море оборвалось в город и утопило город. То есть, этот остров, он исчез. То есть, в принципе, можно оттуда пошла легенда. Видите, какое богатство было в этом месте. И это подчеркивает еще сильнее разрушение Цора. Дело в том, что вот эта вот огромная палитра народов, которые были в торговых связях с Цором, и описываются они, кстати, как, мы это читали до этого, как бригада, как команда корабля. То есть, этого, в принципе, раскрывается также и в описании. Падение Цором. Как мы это можем представить? В годы большие привели тебя грецы твои. Ветер восточный разбил тебя в сердце морей. Все такое ветер восточный. Рух Кадим. Очень интересная вещь. Мы же поговорим об этом. «Богатство твое и товары твои, торговля твоя, моряки твои и кормчие твои». То есть, в принципе, описание всех тех, которые занимались, разные народы, разные занимались статусы на корабле, в команде тут тоже самое, в принципе, и не описывается, хотя даже не в том порядке. «И те, что заделают пробои твои, и соторговцы в торговле, и все воины твои, которые у тебя, и все сборище твое, что внутри тебя, падут в сердце моем в день падения твоего». Окей. В принципе, скажем так, проблема цора сужается, раскрывается, скажем, в нескольких фразах. «Бамаем рабим и вуэх ащетим отах». «Воды большие привели тебя грибцы твои». Это проблема, из-за которой ты упал, город дорогой, цора. На что я намекаю, что причина разрушения цора была в чем? Из-за именно силы и великолепия или величия цора, которая привела его к огромной, огромной, скажем так, бешеной самоуверенностью, которая здесь, скажем так, сравнивается в аллегории с плытью, то есть связано с тем, что как это, при приходу в большие воды, то есть воды большие привели тебя грибцы к заплыву в большие воды. И что-то происходит далеко от берега, а там, что встретил этот корабль, который называется Отцов, там его встретила Рох-Кадим, восточный ветер, восточный ветер, который разбил всю его гордыню. Дело в том, что Рох-Кадим, то есть восточный ветер, уже не первый раз упоминается, когда Всевышний разбивает горделивый народ, который слишком сильно был самоуверен. Мы знаем, что Рох-Кадим, восточный ветер, принес саранчу в Египет. То есть когда была казнь египетская, именно Рох-Кадим, восточный ветер, это тот, кто принанес казнь саранчу по Египту. Но это очень не все. Египет пострадал от Рох-Кадим еще раз. То есть от восточного ветра египеттиане пострадали еще раз, когда на развержении моря. Именно Рох-Кадим, восточный ветер, это тот, который разверг море, превратив ее в сушу. И потом, в конце концов, египтяне попали в эту ловушку, и утомили в нее. То есть там тоже, в принципе, было разбито. Более того, мы знаем, в Теглим наш царь Давид говорит, вы Рох-Кадим, ты шабер, он ее торшишь. То есть, да, в принципе, и восточный ветер разобьет корабли Таршиша. То есть большие великолепные Таршиши, мы сказали, это ли народ, или великолепный большой корабль. То есть восточный ветер, а восточный ветер, это ветер с востока. Ветер в востоке, там, место шхены. Оттуда приходит восточный ветер. От шхены, то есть дуновение шхены разбивает того, кто слишком возвеличился и возгордился. в который вошел в слишком большую самоуверенность. Там он встречает рог Кадим, встречает восточный ветер. То есть теперь, в принципе, этот рог Кадим, это восточный ветер, или, точнее, дуновение Шхены, бьет по униат-торшиш, то есть большому великолепному кораблю, который является чем иным, как царство Цор. И таким образом, то есть вся ее огромная-огромная, скажем так, палитра красоты упадет, в конце концов, в сердце моря. И там упадет. И здесь продолжает пророчество и переходит к описанию, скажем так, очень болезненной реакции всех народов, с которыми Цор торговал. Давайте это прочитаем. От вопля кормчих твоих содрогнулся окрестность. И сойдут с кораблей твоих все держащие весло, моряки все кормчие морские на землю встанут. То есть он начнет себя убегать. И дадут услышать о тебе голосом своим, и зарыдают горько. И возложат прав на головы свои, и будут валяться средь пепла, и вырвут скорбя по тебе голоса до гола, и припаяшутся вретищем, и оплачут тебя в горечье душевной плачем горьким. И поднимут о тебе сетую плач, и оплачут тебя кто, как цор умолк посреди моря. Когда приходили товары твои за морей, насыщал ты многие народы множеством богатства твоего, и торговлей своей обогащал ты царей земли. Ныне, разбиты морями, пали в глубины, вот торговля твоя, и все множество народов твоего внутри тебя. Все обитатели островов оцепенели из-за тебя, а цари их содрогнулись. С содроганием взволновались лица их. Торговцы среди народов присвистнули от тебя. Интересная фраза присвистнули сейчас. Дело в том, что присвистнули, это интересно, то есть вот этот свист-свист, когда он появляется рядом с корнем шамам, шинмэмэмэм, как и здесь, то есть на велике все прочитаете, то это появляется в несколько местах в Танахе, и это показатель разрушения. Допустим, у пророка Ирмия вот сказано, «Высамты это аиразот ли шама ли шрика коль овер аля и шак вишрок аль коль макутет». То есть, в принципе, у пророка Ирмия говорит, что этот город будет задан на пустоту, и на обсвистывание каждого проходящего мемонитора. В принципе, иногда свист обозначает злорадство по отношению к месту. Допустим, это, кстати, в свитке Иха, в котором будем 9-е читать. Иногда это показатель, скажем так, дикого удивления, поражения, то есть, присвистнул, то есть, поражения, причем иногда выражающие и с болью, и горечью. И, скорее всего, здесь в этом случае на свист, вот этот присвистнул в тебе, это не злорадство народов, а именно выражение дикого удивления, которое сопровожден и трауром, и горечью. Так вот, торговцы среди народов присвистнули тебе, ты стал для них страшилищем, и не будет тебя вовеки. То есть, на этом, тададам, не будете вовеки, заканчивается рассказ, скажем так, плач от соли. В принципе, эти стихи подчеркивают двойной аспект в трауре народа. С одной стороны, в принципе, сама падение такого мощного, богатого и довольно-таки мощного, в суски зрения, и армии города вызывает страх у других народов. С другой стороны, у этих народов, скажем так, они весьма заинтересованные лица, в каком смысле. ЦОР было в источниках торговли. То есть, ЦОР была источником, в котором они сами содержали свои экономики, своих стран. То есть, на этой торговле и так далее, и, скажем так, они сами на этом возвышались. Возвышались. Как сказано, Ишбат Амим Рабим, Вейшарт Малхей Арет. То есть, да, в 33 стих. Когда приходили, Исбат Амим Рабим, то есть, да, и насыщал ты многие народы, множество богатства своего, торговли своего, обещал ты царей земли. Они жили на этом. И, в принципе, удар под СОРУ, это удары по ним. Причем, страшный экономический удар. Это что происходит? Если мы подведем итог, то есть, мы, в принципе, уже описали все, разобрали, о чем говорить, то есть, не просто эти стихи, которые здесь идут. Если подвести итог, то, в принципе, как мы в самом начале отметили, что, в отличие от предыдущей главы 26, эта глава, наша глава 27, не занимает, в принципе, вообще почти не занимается причинами, которые привели к падению ЦОР. И пророчество пришло для того, чтобы показать разницу между, скажем так, международной мощью ЦОРа, в ее настоящем, которое во время Ихискелетов, во время Ихискелетов, это ЦОР, мощное государство, когда разрушается Иудея, когда падает Харам, когда приходит на Уфуносов, ЦОР, богатейшее, мощнейшее государство. И, в принципе, вот этот вопрос в этой главе описывает для того, чтобы подчеркнуть, то есть разницу между этикой и то, что ожидает ей ЦОР в будущем. И это сделано, то есть наша глава это делает с помощью, в принципе, большого, обширного описания международного характера города, ЦОР, и также международного травма по падению ЦОРа, который придет в будущее. То есть это, в принципе, об этом наша глава. На этом мы на этой неделе закончим. То есть, да, на этом уроке мы закончим. Мы визаторшим, продолжим на следующем уроке. Поэтому все, кто нас слушает записи, всего вам хорошего. Снова до новых встреч. Увидимся.